Спать нам спокойно не придется. Что нам дал ВОЗ в 20-м году? Понадобится еще и социальная адаптация детей. Провакцинировать миллиард людей. Хотя диабетики умирают это много быстрее. Ждите вспышек кори и полимиолита, и мы смотрим дальше. Это Андрей Березовский, это канал Хэксплор, это канал про здоровье. Мы продолжаем говорить про вакцину. Мы сегодня имеем мнение ВОЗ. Собственно говоря, что нам дал ВОЗ в 20-м году? В 20-й год дал нам то, что вот такой вот маленький новый вирус, какой-то очередной на самом деле SARS, полностью заблокировал мир, полностью перевинул нашу жизнь. И что, собственно говоря, но параллельно, что он дал? Он дал толчок в то же время движению развития разной науки, развитию определенных новых сервисов, развитию определенных новых удаленных каких-то вещей. Давайте по этому проговорим про 21-й год. То есть 20-й понятен. 20-й у нас прошел под эгидой разработки вакцины, под эгидой тестирования на нас, на людях, каких-то лекарств старых, новых от коронавируса, под эгидой ПЦР-тестов. У нас год ПЦР-тестов. Вот. Поэтому я надеюсь, что в 21-м году мы будем все свидетельцы того, что наука шагнула вперед благодаря коронавирусу. И мы смотрим дальше. Итак, мы все знаем, что первый человек, кто был уколот именно вакциной Пфайзер, это взрослая-взрослая гражданка Великобритании Маргарет Киннон. И, собственно говоря, мы ждем, что с ней будет происходить. Это была первая вакцина Пфайзер. ВОЗ, ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, заверяет всех нас, что пока все, или там 80%, или 60% не будет принято, типа, спать нам спокойно не придется с этой вакциной. Я не знаю, верить вы это или нет, но прежде чем написать, верить или нет, просто подпишитесь на канал, чтобы я смог дальше продолжать вот эту вот всю историю против или за вакцину. Ну и, собственно говоря, снимать другие крутые видео, полезные для вас. Как мы знаем, собственно говоря, ВОЗ, единственная задача, как в 21-м году провакцинировать весь мир. Собственно говоря, на 21-й год задача очень амбициозная, это не весь мир, это 1 миллиард человек. Мы прекрасно понимаем, что, собственно говоря, на базе глобального ямса по вакцинам и иммунизации создана новая платформа, она называется Ковакс. И задача ее одна, собственно говоря, провакцинировать миллиард людей. Собственно говоря, все, чем занимается Ковакс, это типа, произвести, доставить логистически, обеспечить равный доступ ко всем вакцинам, конечно, кроме Украины, потому что у нас ни хрена не равный доступ, у нас ее просто нет. Ковакс, его задача обеспечить прежде всего вакцину тем людям, кто в ней нуждается. Это незащищенные слои населения, это якобы медик, якобы пожарники, там и так далее, и так далее, и так далее. Блин, будет плохо сказано, может, кого, вот на ком мы тренируемся, это, конечно, люди старше 65 лет. Что говорит параллельно? Ну, ВОЗ, слава богу, что он это говорит. Друзья, он говорит параллельно, что так как весь всемирный график иммунизации и вакцинации будет изменен в пользу типа любимого ковида, то, естественно, вспышки полимиолита и вспышки кори ждите. Это раз. Один момент. Второй момент. Нам же надо где-то произвести, как минимум, это вот, это если мы тютелька в тютельку, 2 миллиарда новых шприцов для иммунизации. А знаете, что шприцы эти? Что еще говорит ВОЗ? ВОЗ говорит еще что. Наверняка не будет хватать шприцов. А кому? Правильно. Диабетикам, друзья, диабетикам. Потому что шприцы уйдут на коронавирус. Хотя диабетики умирает от этого много быстрее. Вот такая ситуация, друзья. Поэтому ждите вспышек кори и полимиолита. Хотя ВОЗ якобы начал разрабатывать уже новые вакцины вот этих заболеваний, какие-то другие, то ли быстродействующие, то ли они как-то по-другому вводятся. Я не знаю. Но мы понимаем, что весь график иммунизации в мире будет положен в пользу коронавируса. Также, чем мы увидели, что в 2020 год мы на нас экспериментировали старыми новыми лекарствами, типа плаквинила. В общем, экспериментов было много. Но были хорошие эксперименты, типа моноклональных антител, которые вводили пациентам, и они выздоравливали. Также ВОЗ говорит, что, собственно говоря, так как дети многие сидят на карантине, им понадобится еще и социальная адаптация. Потому что растущие организмы, они должны находиться в обществе, они должны социально общаться, социально адаптироваться и получать, собственно говоря, это общение, как витамин Д из солнца. И в связи с тем, что многих посадили на карантин, и все теперь в зуме, в чате и так далее, где они и так, собственно говоря, все наши дети проводят время, теперь еще и обучение, и их игры, и квесты, и то социальное общение, которое мы имели в школах, в садиках или где-то еще, будет происходить тоже онлайн. И поэтому ВОЗ тоже говорит о том, что, а возможно, собственно говоря, понадобится еще и социальная адаптация детей. И ВОЗ говорит, ЮНИСЕФ, ЮНИСЕФ, следите за этим, дети очень ранимые, поэтому давайте как-то придумаем, как их онлайн социально адаптировать. Вот такая еще задача на 21 год. Еще из интересного на 21 год, друзья, что, в принципе, корона показала, что многие вещи, особенно диагностические, особенно терапевтические, с точки зрения постановки, диагноза, разговора, семейного врача ушли онлайн, это круто. Появляется много крутых приложений, много крутых каких-то технологий, которые движут вперед медицины, потому что телемедицина до сих пор, как вы знаете, все попытки ее глобально внедрить тотально проваливалась, но именно 20 год показал, что телемедицина имеет не просто место жить, зачастую она может спасать эти жизни. Это очень круто, потому что удаленные методы диагностики, телемедицина, консультации под докторов онлайн и так далее, они развиваются, будут развиваться и какие-то крутые новые аппликейшн, приложения. Это очень круто, и за это спасибо большое 20-му году. Что еще в рамках иммунизации? Мы должны понимать, что Индия, как ни странно, не Китай, а Индия выйдет номер один по производству, собственно говоря, этой вакцины, потому что оказывается, если вы не знали, Индия вообще в принципе номер один в мире по производству всех вакцин, чуть ли не 60% всех вакцин будет производиться в Индии, и мы естественно понимаем, что Индия развернет самый масштабный глобальный план наступления по производству вакцины. Она произведет какое-то колоссальное количество вакцин, она говорит о том, что она привьет 300 миллионов людей уже до июля, я не знаю, как они это сделают, но о том, что у них только 20 тысяч хладогеновой цепи отделений и складов, то есть те, которые могут сохранять вот эти вот минус 70 или минус 20, только 20 тысяч таких точек, вдумайтесь, и еще сотни тысяч или даже там миллионов точек вакцинации, мы понимаем, что Индия будет играть ведущую роль в вакцинации, и нам надо, конечно, вести переговоры, нам это Украине, естественно, не с Китаем, а собственно говоря, с Индией. Я считаю, это было бы правильно. Какой урок у вас с 20-го года? Делитесь, пожалуйста. Какие выводы вы сделали на 21-й год связанных с короной? Мой вывод я делал вот здесь в новогоднем видео, что в принципе если ты сам не занимаешься, то ты и никто тобой не будет заниматься. Поэтому, друзья, обязательно оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Это Андрей Березовский, это канал Хэксплорер, это канал про здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова